13 микрорайон, место проведения очередной выездной администрации, один из самых густонаселенных в городском округе с весьма насыщенной транспортной структурой и скучностью парковок во дворах. Есть проблемы и с вывозом бытовых отходов. К этой встрече мытищинцы подготовились основательно. Многие заранее запаслись документами. До первого февраля машина проезжала и все было удачно и хорошо. Все вывозили. С начала февраля резко перестали вывозить. И хотя проблемы с региональным оператором подчас кажутся формальными, но решаться должны с жителями и конкретно на местах. Как, впрочем, и реализация проекта рекультивации полигона ТБО в Каргашино. Каким станет полигон через несколько лет, как будет использоваться, волнует практически всех жителей округа. Я обсуждала как раз работу этого полигона. Не полигона, а мусороперегрузочной станции. Работа ведется. Работа ведется, ну так скажем, активно, по крайней мере, с главой администрации у нас. Постоянные контакты. Надеемся на положительное решение на улучшение ситуации. Надо над этим работать. Надо работать, 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 не отпускать ситуацию. И только общими усилиями мы можем привести это в нормальное состояние. А у кого-то вопросы не такие масштабные, но их нельзя откладывать на будущее. Время-то не ждет. Порядка 400 тысяч в год наш дом оплачивает за обслуживание придомовой территории, у которой до 2020 года был собственник компании Астройтекс. После 2020 года собственника нет, но мы продолжаем оплачивать эту территорию. Как нам оформить все-таки эту землю, какой должен быть порядок. Вопросы чаще находят ответы или пути их решения. А в этом секторе специалисты отвечают на вопросы градостроительного развития. Проще говоря, чем располагает 260-тысячный городской округ. Мы должны понять, что для этого населения, которое есть уже сейчас, достаточно ли объектов образования, объектов здравоохранения, объектов культуры, ну и иные другие там же спорта объекты. Мы понимаем, что у нас прибывающее население будет также. Да, и для этого населения также нужно социальные объекты. Мы вот уже контролируем вот эту реализацию вот этих вот инвестиционных соглашений, договоров, да, сроки строительства садика, школы. Сейчас у нас много строительных социальных объектов, конечно. Дисбаланс прошлых лет по вводу жилья и социальных объектов устранять удается, хотя не так просто. А вот Виктор Агапов пришел со своим предложением. Он – обладатель пятого дана – Айкидо. В городском округе хорошо развита система подготовки спортсменов восточных единоборств. Но не для всех. В городском округе уже существует федерация эмметическая, но отчастная. И стоимость занятий очень большая. И многие ребята, которые хотят, они просто финансово не могут себе это позволить. Чего бы ни касалось то или иное обращение, в первую очередь оно получает взвешенную экспертную оценку и возможность нахождения эффективного решения. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.